Друзья, всем привет! Вы меня видите? Вы меня слышите? Молодцы! Значит, вы наявлившая в ченнел. Очень часто читаю комментарии. Половина моя аудитория, то и даже большая часть, это мужчины. Достаточно яркие, мощные, самодостаточные. И они любят готовить, да-да-да. Ну, они, конечно, не хотят поменяться с женщинами местами, а просто хотят быть во всеоружии. Очень часто, ребята, вы мне пишите, спасибо тебе большое, мы там научились уже что-то готовить, но ни хрена не умеем готовить десерт. Иногда так хочется побаловать свою любимую. Пожалуйста, друг, братан, шеф, научи какому-нибудь легкому десерту. Ребята, без проблем. Я и сегодня приготовлю вам один уникальный, быстрый, легкий, но самый вкусный десерт на свете. Медовик Ивлева, даже ленивый Мельфей Ивлева, не сравнится с этим рецептом и простотой. Нам нужна сахарная пудра. Ей мы будем посыпать. Шампанское или белое вино, хотя можно даже и не добавлять, если вдруг захотите сделать детям. Клубаника и яйца. И помимо прочего, мне еще понадобится сахарный сироп. Ничего сложного нет. Сахарный сироп готовится очень просто. Один к одному. Соединяйте 100 грамм сахара, 100 грамм воды, доверите до кипения, сахар растворился, все. Для этого собайона нужно, чтобы сироп был теплый, чуть меньше 80 градусов. Закипело, растворилось, слегка охладить и потом мы уже будем работать. Часто ягоды в магазинах не такие вкусные, яркие и свежие и сладкие. Ну, если вы не приобретаете продукцию зеленый стандарт. Эту продукцию я рекомендую в течение всего года. Это будет самая сладкая и самая вкусная ягода. Но я знаю о том, что ребята еще не всю, как говорится, нашу родину покрыли своими талантливыми изделиями, поэтому зачастую иногда и попадается какая-нибудь... Здесь, кстати, можно использовать не только клубнику, любую ягоду, но лучше всего использовать свежую ягоду. А здесь вопрос в студию, дабы вы смогли выиграть вот такие вот гастрономические ножи от моего бренда Ивлев Шеф Би Вай Хом Кичен. Хотите выиграть? Так вот, я задаю вам вопрос. Какой самый первый десерт в своей жизни я приготовил? Я это очень часто говорил, особенно когда готовлю десерт, либо когда что-то связано с яйцами. Те пятеро счастливчиков, кто первые напишут, какой же шеф самый первый приготовил десерт, получит вот такие вот гастрономические ножи. В первую очередь нам надо сделать классический гуголь-боголь. Ну, все мы знаем этот удивительный яичный десерт. Он состоит из чего? Он состоит из сахара и желтка. В данном случае мы будем использовать, соответственно, сахарный сироп. Надо отделить яйцо, белок от желтка. Белок вы, само собой, потом сможете сделать меренгу, безе. Все эти десерты есть на Ивлев Шеф Ченнел, поэтому спокойно крутите плейлист и вы, соответственно, доберетесь. А лучше всего, я вам советую, просто возьмите, подпишитесь на Ивлев Шеф Ченнел, поставьте, не забудьте колокольчик, дабы быть всегда в тренде кулинарной жизни. Ну и, конечно же, за лайк вам просто респект, уважуха. Что сейчас происходит? Сейчас я отделяю все очень просто белки от желтков. В первую очередь мы делаем очень элементарную вещь. Это надо взбить. У меня, конечно, серьезный такой агрегат стоит. Вы можете использовать даже венчик. Ну и, конечно же, нам для этого десерта понадобится огонь. Это духовка с верхним шаром, либо газовой горелкой. Вот что есть дома, то используйте. Если нету ни того, ни другого, не страшно. Будете есть незапеченный собоем. Вот тут такой вот соус есть, который делается вообще несколькими способами. Я вам сейчас показываю самый легкий. Профессиональный способ заключается в том, что надо на водяной бане все взбивать, дабы это все загущалось. Второй профессиональный способ я вам показываю на базе не заваривания яичного желта, а взбивания, но при этом вливания теплого сахарного сиропа. Сейчас я сюда в дежу переложил желтки, только желтки. Теперь я включаю, пока на небольшой скорости все это взбивается. Пока вся эта история взбивается, я уже включил духовку. Температура 240. Видите, режим какой стоит. У меня верхний нагрев. Пока яйцо взбивается, я обрабатываю клубнику. Лучше всего вот на такие вот половиночки. Опа, просто-напросто туда выкладываю и все. Главная задача вас, ребят, мужчин, ну и само собой, девчонок, не съесть всю клубнику, пока вы готовите этот десерт. Не надо потом обливать свою подругу только лишь с абайоном и слизывать все это. Хотя... Это, мне кажется, клубничка хорошая была. Теперь слегка увеличиваю скорость. Желтки взбиваются больше и начинают пилеть. Переживать по этому поводу не надо. Что касается клубники, все, здесь никакой тепловой обработки. И, кстати, сразу хочу сказать, замороженная ягода не подойдет. Не жидитесь. Такие вот продукты, это не роскошь. Вот когда клубника дорогая в сезон, вот здесь вот, как говорится, можно уже засучивать рукава, как ВДВшники. Когда желток слегка подбили, мы начинаем аккуратненько сюда добавлять вино. Как я уже сказал, хотите, добавьте шампанское. Хотите, возьмите сухое вино. Любое. Много его лить не надо. И сейчас эта масса, масса, она у нас начинает взбиваться и увеличиваться в размере. Глубника какая-то космическая, сладкая. Заготовка готова. Все. Сахарный сироп, как я и говорил, чтобы он был теплый. За счет желтка и за счет вина пена образовалась. Теперь я беру и тонкой струйкой начинаю вводить сюда теплый сахарный сироп. Надо смотреть теперь, чтобы наш соус был густой, как мазик, но не гуще, иначе отсечется. На четыре желтка, я думаю, что где-то в районе 150 миллилитров сахарного сиропа. Винишко, если хотите, можете попивать, закусывать свежей клубничкой. Мне кажется, этот рецепт больше зайдет девчонкам, потому что девчонки любят готовить и попивать винишко. Гювер, мой любимый. Я не пью, но единственное вино, которое уважаю. Ребзя, ловите результаты конкурса. А как зовут моего четвероногого друга, который иногда попадает здесь в кадр, который бегает, которого я всегда. Я в следующий раз тогда из тебя сделаю беляши. Хочу зафаршировать и запечь, еще покрыт медовой глазурью. Мои искренние поздравления победителям и благодарны всем участникам. Впереди еще много конкурсов и призов, поэтому если фортуна вам не улыбнулась в этот раз, обязательно улыбнется в следующий. Остаемся на связи и всем удачи. Ты смотри, что здесь. Здесь вообще просто огонь-огнище. Очень видно, что соус начинает густеть. И самое главное, как я и говорил, не перебить. Как понять, что соус готов? Есть такое понимание, как пики. Я вам тоже этому учил. Видите, да? Опа. Они не должны быть, как у белка, либо как у сливок, такие стойкие, но он вот такой вот, посмотрите, видите, он такой вот прям воздушный, пузырчатый. Вот это правильный собайон. Вообще просто огонь. Сейчас попробую, ложку меня вышибет вообще. Даже не пью. Многие пишут о том, что шеф бухает. Как хотите. Как я обещал, самый легкий десерт в мире. Свежую ягоду вот так вот положили. По большому счету, вот это уже можно вот так делать. Макать. Смотрите. И есть. Но мы пойдем другим путем. Этот собайон, я вот так вот не спеша, эту воздушную пенку я начинаю поливать, но обратите внимание, не заливать. Не хочется, чтобы клубнику было видно. Все, конечно, зависит от ягоды. Если ягода сладкая, то собайона может быть не так уж и много. Если ягода бестолковая, то можно добавить побольше. Дальше все очень просто. Духовку раскачегалил. И теперь клубнику ставлю сюда подпекаться, чтобы сверху образовался колер. Если вдруг у вас есть газовая горелка, то можно просто немножко пройтись сверху до золотистого колера. Почти все. Осталось только небольшое действие, поэтому советую досмотреть этот рецепт до конца. Буквально 2-3 минуты и все. Опа! Вот она, наша клубничка. Последние действия очень простые. Кстати, можно еще использовать свежую мяту. Можно зеленый базилик, например, бросить. Но это уже для любителей. Можно маринованный зеленый перец. Тоже очень вкусное, необычное сочетание. Да-да-да, зеленый маринованный перец. А теперь вот все очень просто, ребзя. Вот так вот берем и слегка еще раз усиливаем сахарной пудрой. И поверьте, попка ни у кого не слипнется после этого десерта, а наоборот расплывется в улыбке. Есть, как я говорю, этот десерт надо ложкой. Ложкой, чтобы вы понимали. Потому что хочется этой клубнички захватить всю прелесть вот этого вкуса сабайона. Вау! Сверху немножко корочка, такая хрустящая от запекания, а внизу как раз все-таки немножко вот такая она жиденькая, как с самого начала. Нереально вкусно. Так что, друзья, до новых вкусных встреч на Юлии в Шевченном. Пока-пока. Увидимся очень скоро. Редактор субтитров А.Семкин